Итак, как вы помните, в прошлом видео мы создали с вами класс модели, который успешно загружает класс XML, данные которого мы хотим обработать и использовать. В этом видео мы с вами обработаем эти данные. Прежде всего, давайте в классе модели создадим еще одно закрытое свойство. Данное свойство будет называться Data и будет типа XML. То есть это те данные, которые мы с вами загрузили. Теперь мы пойдем в функцию XMLLoaded, та функция, которая выполняется после загрузки XML. И в этой функции проинициализируем это свойство, эту переменную. Не забывайте здесь сделать приведение типов. То есть мы берем те данные, которые находятся в URL-лоудере и говорим флэшу, что с ними нужно обращаться, как с XML. Таким образом, у нас все данные, которые мы с вами загрузили, поместились в переменную Data. Теперь наша с вами задача сделать выборку всех картинок. Делается это очень просто. Для этого нам с вами нужно создать еще одну закрытую переменную. Называем эту переменную Images. И тип данных у нее будет XMLList. Что такое XMLList? Это просто массив XML элементов. Сразу после того, как мы получили данные, мы можем обратиться к нашим данным. И используя вот такой вот синтаксис, вызвать все повторяющиеся элементы. Давайте сразу после этого напишем команду Trace, для того, чтобы сразу по горячим следам тестировать наше приложение. Я хочу вывести переменную Images. Нажимаем Ctrl-Enter и смотрим в окно для вывода данных. Итак, вы видите, что все повторяющиеся элементы мы вывели. Также у нас сработала вот эта команда, которая вывела все данные, которые находятся в URL-loader. Давайте эту строчку закомментируем. Теперь, когда все данные организованы в удобном массиве, мы можем к ним получать доступ. Итак, когда данные загружены, мы можем сосчитать общее количество картинок. Делается это очень просто. Давайте создадим еще одну закрытую переменную, в которой будем хранить общее количество картинок. Сразу после получения всех картинок мы можем сосчитать их, воспользовавшись методом Length, который вернет общее количество картинок. Давайте сразу это и протестируем. Выведем общее количество картинок. Итак, вы видите, что всего у нас 9 картинок. Итак, мы обработали с вами XML. Следующая наша задача установить текущий индекс, то есть задать картинку по умолчанию. Давайте вызовем функцию SetCurrentIndex. Данная функция будет выполняться после получения всех данных и будет устанавливать в модели текущий индекс. Для того, чтобы установить текущий индекс, нам нужно этот текущий индекс создать. Поэтому мы идем выше и создаем еще одну закрытую переменную, которая будет называться CurrentIndex. По умолчанию текущий индекс будет равняться нулю. То есть это самая первая картинка в массиве. Давайте функцию SetCurrentIndex и передавать этот индекс по умолчанию. Здесь мы его будем принимать. В переменную Index, не забывайте указывать тип данных. И здесь мы текущему индексу будем присваивать то, что передали. Таким образом, мы в самом начале задали индекс по умолчанию, загрузили данные, обработали данные и вызвали функцию, которая устанавливает картинку по умолчанию. И передаем ноль. То есть это будет самая первая картинка. Далее мы с вами всегда сможем воспользоваться этой функцией, чтобы установить другую картинку. Также здесь вы понимаете, что мы хотим воспользоваться этой функцией в дальнейшем. Поэтому нужно private изменить на public, чтобы мы могли пользоваться этой функцией. Давайте проверим, что все работает и выведем текущий индекс в окно для вывода данных. Я нажимаю Ctrl-Enter и вы видите, что ошибок нет, а это значит, что все успешно работает. В этом видео вы научились обрабатывать данные, помещать данные в удобный массив, которым мы будем пользоваться в дальнейшем. В следующем видео мы продолжим написание этого класса. Продолжение следует...